По данным Росстата, миграционная убыль населения Сибири увеличилась на 20%. За 2016 год число людей, живущих в Сибирском федеральном округе, сократилось на 12,5 тысяч человек. Конечно, есть и те, кто приезжают, но кто эти люди? И как происходит их ассимиляция? И происходит ли вообще? Какими сибиряки будут через сотни лет? Мы поговорим с Мариной Жигуновой, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской Академии Наук. Марина Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос. Как меняются жители Сибири с точки зрения антропологии? Вот это достаточно длительный процесс. Как изменяется национальный состав, этнический, расовый? Ну, если возьмем начальный период из войны Сибири, это конец 16 века, то здесь преимущественно состав был очень пестрый в этническом, языковом, культурном плане. Затем, когда сюда начали проникать первые промышленники, затем служило население казачества, стал впервые возникать вопрос о метисации. Служилые люди и промышленники шли, как правило, это были мужчины, у них жен не было, и они жен брали из представителей местных народов. Это привело к тому, что в отдельных закрытых регионах процент вот этой аборигенной местной крови составлял до 65%. И советские тогда антропологи сделали прогноз, что в Сибири формируется новая совершенно раса сибирская. Но дело в том, что затем в результате активного освоения и промышленного, и экономического Сибири, и потом Киселевская реформа, затем Столыпинская реформа очень мощная. И вспомним, в Советском Союзе там существовал и такое понятие, как распределение, когда человек заканчивал ВУЗ, его направляли в любую страну. Плюс практика переселения целых народов. Да. В Сибири очень активная иммиграционная политика проходила. Если мы возьмем сейчас, как антропологи определяют современный антропологический тип сибиряка, то сейчас уже даже в тех редких, маленьких, этнических, субэтнических группах этот процесс местной агребенной крови составляет порядка 20-40%. Потому что в результате вот этого активного переселения из европейской части страны и активное включение в брачный круг этих новых переселенцев происходило очередное размывание. Сохраняют ли вот эти приезжие или коренные народы свою там самобытную культуру? Происходит ли ассимиляция или нет? Да, конечно, процесс это очень интересный, но Сибирь огромная. И очень разная, мало того, что огромная территория, и различные этнические группы ее населяют, и по-разному везде происходит этот процесс. Если возьмем сейчас, количество межэтнических браков опять велико у нас. Вот когда нас еще пускали работать в ЗАГСы, я обсчитывала в отдельных регионах Сибири, количество заключенных браков между людьми разных национальностей составляло от 27 до 73%. Представляете, какой уровень огромной межэтнической? И поэтому людям очень сложно определить себя как-то, отнести себя к какой-то одной народности. А если говорить о том, кто приезжает в Сибирь сейчас, последние годы, да и, в принципе, весь 20-й век активно говорили о китайской экспансии, о желтой опасности, вот скажите, существует ли она действительно, и есть ли вероятность такая, что в Сибири коренного населения, русских, станет меньше, чем китайцев? Знаете, сейчас вспоминаю, в 2008 году было выездное заседание общественной платы Российской Федерации в Красноярске, и там был доклад одного доктора наук, который говорил о том, что через 10-15 лет в Сибири каждый четвертый житель будет китайцем. То есть был такой прогноз. Но в результате того, что поменялась миграционная политика, и ситуация коренным образом изменилась, то этот процесс упал. Если мы возьмем Восточную Сибирь, там процесс по-другому. У нас такой угрозы я совершенно не вижу. К нам сейчас в большинстве своем едут представители Средней Азии. То есть процесс формирования этого этноса, он продолжается, да, и сейчас? А скажите, если говорить о физических изменениях, то какую трансформацию претерпевает тело сейчас наше? Мы все меньше бегаем, ходим, выполняем физическую работу. Вот активность смещается от рук, ног, к мозгу, к кистям, пальцам. Вот каким будет сибиряк, условно говоря, через 100-200 лет? Чем интересна Сибирь? Вот, как я уже говорила, огромное количество межэтнических браков. У нас здесь очень много красивых людей. Потому что в результате метисации, обновления крови, обновления генов, получается в итоге очень красивые, интересные люди. С другой стороны, что сейчас уже говорят антропологи, что в среднем у представителей, жителей Сибири и рост повыше, покрепче мы, и больше размера головы, и высота носа. Вот это чисто антропологические параметры. А они с чем связаны? Наоборот, если мы, получается, идет метисация с монголоидами, да? Вот интересно, да. То есть вот первые представители смешанных вот этих групп, о которых мы с вами говорили, они были низкорослыми и обладали брахиморфной типой фигурой. То есть, ну, как бы типичный представитель монголоидной расы. А теперь происходит обратное. То есть происходит вытягивание. То есть это, в принципе, общий процесс, что мы становимся все повыше, размеры головы становятся больше. Единственное, что расходится, одни антропологи говорят, что будут глаза большими, другие говорят, что они будут маленькие, и уменьшаться, углубляться. Но будут увеличиваться носы и будут увеличиваться уши. С этим сходятся все. И мы будем более такие. Ну, если так вот представить, ну, не очень симпатичный с точки зрения современного человека портрет получается. Знаете, я лучше предпочту думать, что мы будем высокими и красивыми. Спасибо большое, Марина Александровна. А я напомню, мы говорили о том, какими будут сибиряки с Мариной Жигуновой, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской Академии наук. Редактор субтитров А.Семкин